Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы уже к шабату подошли. Недельные главы. Не проклинай народ. Всевышний запретил колдуну Беламу проклинать евреев. Вообще, век радиоволн, интернет, многие задают вопрос. В чем заключается сила проклятия? Что такое неведомая ученым сила? Несколько нехороших слов сказал и что. Хазон Иш пишет в книге своей, что даже положительное впечатление от чего-то, высказанное публично, может навредить. Раби Нахман говорил, что у любой мысли есть колоссальный потенциал. Материя вторична, первичные слова, мозг. И этот потенциал может изменить написанную ситуацию. Раби Элейзер в Талмуде, в трактате с Анхендрин, писал, что человеку стоит себя вести потише, чтобы дурной глаз не причинил ему вреда. Мудрецы говорили, что когда идут на кладбище, мудрецы говорили, смотрите, 99% умерли от сглаза, и только один от царости. Несмотря на то, что ученые не могут пока что сказать о силе сглаза ничего определенного, но надо прислушаться к нашим законоучителям, которые знали, что это такое. В словах заложена огромная сила. Поэтому нам тоже предписано воздерживаться от негатива в адрес ближних, чтобы не навредить. Вы понимаете, написали мудрецы, что взгляд имеет такую силу, это лазер такой. Глаза могут передавать позитивную и негативную энергию. И вред может нанесен быть обиженным или добрым взглядом. Или тем, кто... Любой, кто к нам плохо относится, его взгляд может нам повредить. Каббалисты считают, что так называемый дурной глаз это причина вообще 99% всяких небольших неудач в том числе. С другой стороны, если мы бросаем дурной взгляд на кого-то и становимся подвластны с этой минуты дурному взгляду со стороны, оказывается, более уязвимыми являемся мы, если мы сами делаем то же самое. Дурной глаз несет одинаковое бремя для носителя и для того, кому направлено. Два слова о шаббате. Есть очень интересный спор, который был между доктором Шварцем и Равом Занинфельдом. Это известный врач и известный раввин. И врач сказал, я не верю ни в какие шаббаты и так далее. И когда не в конце уже Рав остановился и говорит врачу, скажите доктор, а какой размер головы в пропорции к телу? Ну, тот удивился, говорит, голова составляет примерно 1,7 часть от человеческого тела. Одну седьмую часть, говорит Рав, так вот послушайте интересную историю. Как-то раз органы тела обратились к голове с такой претензией. Смотри, мы трудимся, мы ходим, там руки делают всякую работу и так далее. Но когда приходит время еды, ты голова открываешь рук и сама кушаешь. Кроме того, если надо что-то сказать, ты сама говоришь, с нами не советуешься. Это же несправедливо. Вы не совсем правы, сказала голова. Я получаю привилегии по праву, а не с вашего, так сказать, какого-то разрешения. Скажите, кто управляет действиями, совершаемые телом? Я, если я не буду этого делать, вы превратитесь на руки, ноги, там отдельный, пустой сосуд как бы. И поэтому мне полагается большая доля всех благ, потому что я всем управляю. Доктору очень понравилась эта притча, он сказал, да, у головы неплохие мозги. И тут Раф Зеленфельд говорит ему следующее. А вы знаете, что Бог разделил время в той же пропорции, что и человеческое тело. Один к семи. Он взял у человека одну седьмую часть его жизни и превратил ее в шаббат. В этот день покоя, свободно от физических работ, предназначен для духовного, вообще день духовный, да. Именно с этого дня мы черпаем благословение, успех на всю неделю. Все зависит от шаббата. И как поют, вот есть такой гимн Леха Доди в шаббат, поется, что ибо он источник благословения и увенчан короной самого начала творения. Подобно тому, как голова управляет всеми органами и частями нашего тела, так и шаббат направляет и регулирует повседневную жизнь человека. Он поддерживает баланс между телом и душой. Если бы не шаббат, дающий нам возможность, сказали мудрецы, целиком погружаться в атмосферу духовности, мы бы всю жизнь крутились, как белка в колесе. Мы бы стали рабами собственных материальных нужд. И в результате человек полностью утратил бы свой интеллектуальный и духовный образ, по сути. Был бы, как трудяга-осел, красивый, симпатичный, но вот с этими ушами, да. Поэтому, как замечательно, что Всевышний дал нам этот бесценный дар шаббат, который позволяет нам сохранить духовность, дает нам благословение на всю неделю. И написано, если мы бережем шаббат, он будет беречь нас. Поэтому вот в этот шаббат надо сделать какой-то маленький шаг навстречу Богу и шаббату. Брахавы от слоха, всего самого-самого лучшего, хорошего шаббата.